Современный мир строится на новейших технологиях. Передовые разработки сегодня определяют глобальное лидерство стран. И рязанским инженерам есть, что предложить на рынке инновации. Эта небольшая машина может совершить настоящую революцию в сфере сельского хозяйства. Уйдет ли профессия тракториста в прошлое? Знает эта машина. Трактора зовут Агробот и он является началом нового тренда – внедрения беспилотных транспортных средств в сферу сельского хозяйства. Иной уровень обработки полей – кардинально новый подход в работе фермеров. Все это под власть на гроботу. Испытания беспилотного трактора на рязанских полях сегодня проводят инженеры конструкторского бюро «Аврора». Идея создания этой совершенной машины пришла к ним от самих фермеров. Не секрет, что в сезон посадки и уборки урожая квалифицированных трактористов зачастую бывает найти очень трудно. По словам коммерческого директора конструкторского бюро «Аврора» Виталия Савельева, доверив обработку полей роботам, можно не только облегчить жизнь фермерам, но и повысить эффективность любых работ в поле. Возможность использования беспилотной техники позволяет, во-первых, освободить людей, которые задействованы в поле от монотонной работы. То есть эту операцию можно передать на автоматику. Кабина для человека в «Агроботе» попросту отсутствует. Вместо него радары, лидары и камеры, которые позволяют системе видеть движущиеся объекты и стационарные препятствия. Установлены электромеханические блоки, которые позволяют автоматике управлять и переключать этими механизмами вместо человека. Кроме того, автономная система способна учитывать текущие погодные условия. Управлять техникой можно дистанционно, с помощью планшета или стационарного компьютера. Кстати, с одного рабочего места можно управлять до десяти роботами одновременно. В сложных ситуациях, которые искусственный интеллект не может разрешить, при возникновении, скажем, кабана на поле, не предусмотрено и не заложено в программу, машина обращается к человеку и передает фактически ему управление. Оператор решает эту задачу, скажем, приостанавливает трактор, ждет, пока кабан уйдет. Там подает звуковой сигнал, чтобы прогнать его или какие-то еще действия предпринимает. И затем снова возвращает управление искусственному интеллекту. Первый беспилотный трактор оборудован вычислительным блоком, навигационными датчиками ГЛОНАСС и GPS. Он умный, находчивый, а еще он видит то, что делает. У трактора есть даже зрение, правда компьютерное. С помощью всего этого трактор самостоятельно производит оцифровку посевных площадей и обрабатывает поля. Для фермеров нет необходимости закупать новую технику. Они могут переоборудовать уже существующий парк техники, осносив его системой автоматизации. Если говорить по экономической части этого вопроса, то срок окупаемости после установки данной системы мы рассчитываем где-то в 3-3,5 года. Данная система себя отбивает. Внедрив работу огработа в поле, сроки посевной сокращаются на треть. Навигационный прибор просчитывает маршрут таким образом, чтобы накладка полос сева составляла всего 10 сантиметров, а грехов не было. Сзади закрепляется навесное оборудование. Это стандарт трехточечной подвески. Оборудование может быть абсолютно любое, в зависимости от того, какие требуются проводить работы. Это могут быть плуги, косилки, культиваторы всевозможные, опрыскиватели. Во время работы с химическими удобрениями, человек, который находится в кабине, люди, которые обслуживают трактор, им приходится дышать этой химией. И как раз одним из перспективных направлений внедрения является автоматизация опыления, опрыскивания таких работ. Кстати, исключительной особенностью беспилотного трактора является еще и то, что он может работать в любое время суток.